Причем автор и так далее. У вас все завязано на письмах и на цифровой сети. Если вам интересно и не захотите нам рассылку, то вы мне напишите на e-mail, и я вам буду эту информацию сообщать передвижно. Вообще, прям как вышел вновь какой-то разный ответ, и на открытый попробую встречать пригод в гости. Я передаю слово Юрия. Здравствуйте. Меня зовут Юрий Панчел. Я работаю инженером в компании Wave Computing. До этого я был в компании MIMS, но это на самом деле все одна и та же группа MIMS, только она в начале была независимой компанией, после чего частью MIMS, после чего снова независимой компанией, после чего частью Wave. И, собственно, вот пару слов о том, чем известно каждый из этих компаний. но MIMS начался как проект в Статфорде в 1978 году, когда Джон Хэннесси, профессор Статфорде, решил провести анализ вычислений в пользовательских программах, и выяснил, что большая часть вычислений используют простые инструкции, из-за чего можно повысить произведительность, просто сфокусировавшись на формировании этой организации выполнения этих простых инструкций. То есть вот те из вас, кто прошел курс по School MIMS, вы, собственно, видели, как капитательница. Ну, MIMS впоследствии был частью Silicon Graphics, после чего стала компания, которая лицензирует процессорные ядра. И я сам, значит, начинал работать в MIMS в 2009 году. Вот, то есть до этого я работал в компаниях с Phenopsis, в Dynati, в MIMS Graphics и еще некоторые. То есть все эти компании были заняты средствами авторитетизации и проектирования. Вот, и вот MIMS в то время как я в Дюймстаге работал, сначала как инженер по моделированию, после этого инженер по квалификации и после этого как картина инженер. Вот MIMS в то время вот только начал изучать возможные контакты в России. Точнее, вот, в России процессоры архитектуры MIMS проектировали еще в 90-е годы. То есть в российском институте НИИСИ вот, они сделали процессор, который использовался в частности в космических аппаратах, вот на основе MIMS R-3000 еще в 90-х в каком-то году. Вот, после этого, в начале 2000-х годов, компания в Селенограде Elvis Neotec также сделали свое дженерное MIMS, которое я использовала, вот, в том числе в космической технике. Вот, и когда я оказался в MIMS в 2009 году, я предложил, значит, нашему менеджменту связаться с российскими компаниями и попробовать найти с ними какие-нибудь общие интересы. Вот, то есть до этого представитель MIMS приезжая в Россию в 2003 году, но и в то время пытался сделать сделку с компанией Modul, которая пробовала сделать сделку для всей российской индустрии о возможности лицензирования территории MIMS и определенных ядер. Но в то время эта сделка не сложилась, так как, собственно, я слышал мнение ни одной, ни другой стороны. Вот, то есть, собственно, стороны просто не подняли друг друга. Но уже в наше время, вот, еще в 2009 году начался обмен имейлами, и, в конце концов, в 2011 году, вот, я приехал в Россию вместе с Vice President of Sales Europe, Штефан Гущином, вот, и мы начали вылаживать контакты с российскими компаниями, которые впоследствии привели к сделкам, когда компания Элвис неотех сделала чипы, в которых находятся ядеры MIMS и собственные процессоры обработки изображений, вот, а компания Байкал Электроникс сделала процессор Байкал-Д1. Вот, и этот процессор сейчас используется в устройствах типа контроллер-станков с числовым программным управлением, типа роботер и другие. Вот, после этого, ну, в это же самое время, MIMS стал частью Imagination. Imagination technology – это фантастическая компания, которая известна тем, что они сделали графический процессор внутри некоторых Apple смартфонов. Но в прошлом году, весной прошлого года, Apple объявил о том, что они решили сделать собственный графический процессор, из-за чего Imagination сразу же утеряло значительную часть дохода, так как 75% дохода инженеров Imagination было от, ну, ну, части, 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 части Imagination уникли, было от, вот, вот этого самого графического процессора. После чего компанию решили продать, дальше, значит, значит, ренюсов, китайский инвестор, который думал купить все, значит, Imagination вместе с MIPS, но дальше при продаже возникли некоторые опасения, что в случае такой сделки Дональд Крамп может сделать вету на эту сделку, как он сделает с компанией Lantis, которая тоже была продана вот этому же США самому китайскому инвестору. Из-за чего MIPS и Imagination превратились в две, значит, отдельные компании, и часть с графическим процессором была продана китайскому инвестору, а часть, которая MIPS, вот, ее купил венчурный фонд, в котором главным инвестором является Дану Банатау, это, значит, мультимиллиардер, который в начале 80-х годов сделал компанию Chipset Technologies, которая сделала чипсеты для первых IBM PC XT, IBM PC AT. То есть он вот в то время сделал свои деньги, после чего вкладывая в частности в компанию Manuel, вот, и он сейчас инвестирует в различные стартапы, и в том числе инвестировал в стартап Wave. Wave это компания, которая началась как дизайнер асинхронных процессоров, то есть вот те из вас, которые прошли курс по FPT, и вот вы знаете про синхронный метод галлогии дизайна, в котором у вас есть тактовый сигнал, у вас есть коимпинационное облако, вот, и у вас есть глобальный тактовый сигнал, который синхронизирует вот все части в вашем схеме. Вот, но Wave решили, чтобы ускорить процессор, они решили отказаться от глобальных коков и сделали специализированный вычислитель для высокопроизводительных вычислений, которые представляют из себя матрицу процессорных элементов, по美國. Прот! По Пföгненный. По Пbrepюре. По П Issuer. По Т! да, вот вот, собственно вы сделали специализированный чип для массированно параллельных вычислений, которые представляют из себя 10 тысяч процессорообразных элементов то есть каждый из этих элементов это очень очень простой процессор вот, и я вам, значит опишу, как он выглядит вот, и несколько таких процессорных элементов образуют квад вот 4 квада образуют кластер из этих кластеров строятся машины вот эти машины через через шину XI вот общаются с очень быстрой с высокоскоростной памятью вот так вот начальная идея вы когда-нибудь только начали строить свой бизнес заключается в том, что мы можем очень сильно распараллелить вычисления таким образом но у нас очень много вот этих процессорных элементов то у нас получается огромный чип то есть чип очень большого размера причем они хотели вначале запускать этот дизайн на 10 гигагерц но потом сделали 6 гигагерц более реалистично но сейчас реально чипы у нас в лаборатории работают с 4000 гигагерц вот то, что сейчас это по-моему на 14 но сейчас чип я сейчас работаю следующий чип он на 7 тонометра то есть мы сейчас делаем чип вместе с бродком на 7 манометрах вот так вот значит их идея да но и при этом кроме высокой частоты так как вы знаете что если если у нас кристалл имеет очень большую площадь то у вас возникает возникает очень большая проблема с глобальным тактовым сигналом так как если у нас здесь есть дэр-триггеры к дэр-триггер к которым тактовый сигнал приходит в чуть-чуть разное время вот тем самым вам нужно при статическом анализе тайминга закладываться на то что у вас может быть так называемая дэр-триггер разница между временем когда тактовый сигнал приходит в один дэ-триггер и приходит в другой из этого вам нужно уменьшить количество времени которое вы отводите на комбинационное вычисление от одного дэ-триггера к другому вот ну и естественно при очень больших дизайнах вот этот самый скью становится настолько большим что у вас просто нету времени на то чтобы что-нибудь вычислять вот так вот чтобы решить эту проблему вот дизайнеры вы придумали ну если вообще брать историю цифровой электроники то методология с картовым с сигналом с дэ-триггерами и прочими элементами она сложилась примерно в сороковые годы но она не была единственная то есть на самом деле вот кроме этой схемы с логическими элементами и дэ-триггерами можно также строить разные другие асинхронные схемы без глобального луков но их более трудно дизайнить и весь с повременной тулчейн синопсис вот то что используется в кваркус и прочее используют вот эту стандартную схему с глобальным блоком от того что для нее легко вычислить тайм вот но если вы можете использовать несколько альтернативных методов и вот что сделали дизайнеры время они сделали так чтобы клуб был локален для одного или группы из нескольких кластеров вот а между этими кластерами обмен данных происходил с помощью сигналов подтверждения с помощью некого трюка из-за чего чтобы делать вычисления вы просто вот сдали данные через эту матч и каждый кластер он локально синхронизировал данные с помощью локального блок кроме этого чтобы экономить энерго употребления вот было сделано так что выполнение вычисления на одном кластере происходит только когда какие-то внешние данные просыпают то есть тем самым при вычислении в нейросети когда вы вот при вычислении в нейросети у вас есть какая-то внешняя память из этой памяти вы через шину ix-i протаскиваете сюда вовнутрь тензор вот и он в общем проходит через серию свечей к месту где начинаются вычисления скажем конволюшин и в конце концов вот после чего эти данные они формуются в другие кластеры и так вот приводят весы до этого культуры вот при этом детские кластеры не занят вычислениями в текущий момент то он вот то есть за счет этого можно очень сильно экономить по-моему соответствующее которое при высоких частотах влечь идет в нескольких дивиденциях вот и при очень высоких площадях кристалла это может быть очень тяжелая проблема теперь они просто локальные тактируют на месте и между ними и между ними специальные блоки для синхронизации теперь я покажу а это больше никто не использует ну есть самые разные методы но в общем суть в том что Вейм изначально начался как компания для для высокоскоростного вычислителя общего назначения после чего эта схема применялась для Диаспи после чего выяснили что эту схему можно оптимизировать для вычисления в нейросети вот теперь я покажу как устроят индивидуальные процессорные элементы как процессорные элементы вычисляют что-то в кластине да но так прежде всего как устроить индивидуальные процессорные элементы вот вот многие из вас прошли курс School MIPS с Танисом Жельнева и построили простейшие однотактовые и многотактовые квадриерные процессоры вот вы теперь можете сравнить что индивидуальный процессорный элемент он структурно выглядит даже проще чем квадриерная версия MIPS то есть он выглядит несколько сложнее чем однотактовая версия подмножества MIPS которые вы реализовали но в принципе он структура очень простая и она частично напоминает очень ранние микроконтроллеры то есть у вас имеется accumulator based architecture то есть у вас имеется регистр аккумулятор и вы можете делать разные действия присваивая ему константы действия обмена регистра с регистровым файлом то есть у вас имеется регистр то есть у вас аккумулятор потом у вас имеется 8 регистров R0 R1 R2 до R7 вот кроме этого у вас имеется память из 256 инструкций каждая инструкция в 16 бит вот и это инструкция типа поместить константу вот сюда или же сюда или же типа и или не вот очистить твой бит и так далее кроме этого у вас есть внутренняя память в 1 килобайт вот и вы можете использовать эту внутреннюю память для разных целей но вообще большая часть тензора и вообще данные для нейронных вычислений они хранятся в большой скоростной памяти которая находится снаружи всей этой конструкции и вот тензоры из которых они вкачиваются внутрь вот этой вот меш с процессорных элементом то есть вот эта внутренняя память используется для быстрого доступа к часто используемым элементам вот теперь несколько процессорных элементов четыре процессорных элемента образуют квад вот процессорные элементы в кваде имеют доступ к соседям то есть они могут делать различные операции с студистами с соседями вот причем тайминг всех операций является абсолютно фиксированным то есть для ваших инструкций вы каждый цикл начинаете выполнять новую инструкцию вот причем эта инструкция вот действия она производит действия не за один цикл а она вызывает события в будущих циклах из-за чего эту конструкцию не так легко программировать как обычная программа на на assembly вот то есть когда вы пишите программу на assembly MIPS или же ARM или же x86 то процессор поддерживает у вас иллюзию последовательного выполнения всех инструкций то есть вы знаете что если вы делаете команду сложения или же там команду умножения ну кроме специального случая умножения в ранних MIPS вот то к моменту окончания одной инструкции данные уже будут в регистрах и они могут быть использованы следующей инструкцией хотя внутри процессор может реально опустить несколько инструкций делать форвардинг и другие трюки так что внутри там несколько десятков инструкций будут реально находиться на разных стадиях выполнения но но момент то есть когда инструкция официально окончивается тогда все данные которые производят эта инструкция они уже должны находиться в правильных местах вот так вот в данном процессорном элементе это не так вот я вам просто покажу пример вот например возьмем возьмем операцию умножения значит то что вот у вас есть четыре процессорных элемента которые образуют квад то есть это пи 3 пи 2 пи 1 пи 0 вот это у вас имеется скажем квад 0 у вас имеется квад квад 1 вот это процессорные элементы пи пи 2 пи 1 пи 0 вот и вы в принципе можете вот и в пластие между этими квадрами находится математический сампроцессор который выполняет тяжелый инструкт тяжелый инструкт то есть к тяжелым операциям относится в частности операция умножения а также операция multiple accumulate умножения со сложением как вот которое часто используется в вычислениях нейросетей вот так вот чтобы вам умножить скажем четыре числа одновременно вы можете в памяти инструкции каждого из этих пи сделать инструкцию скажем move там move i то есть константу 2 в accumulator после чего move accumulator в регистр после чего вы можете одновременно сделать 8 инструкций с помещением константы move i в в каждом из этих с регистром вы можете тут move 3 move 4 и прочее после чего вы делаете команду умножение 8 то есть умножение может быть знаковое и без знаковое i у вас происходит умножение по каждому регистру и результат этого умножения оказывается в математическом со-процессоре но дело в том что этот результат он становится доступен то есть вы можете загрузить из результата обратно в процессорный элемент только через 9 циклов и кроме этого вы можете запускать каждую следующую команду умножения только через 4 цикла после того как начнете другую команду то есть таким образом вам вот и для очень многих инструкций вот проходит некоторое время не только перед результатом этой инструкции но и перед тем как логика для инструкции примет какие-нибудь данные осторож то есть по сути программирование этого устройства чем-то похоже на игру в т вот это если у вас валятся разные конструкции вы их складываете в одинаковые ряды точно так же чтобы программировать данное устройство я просто покажу как пишется текст вы берете значит байку сорт excel после чего у вас есть 21 клонка на 7 инструкции у вас у вас имеется квад ноль то есть пи три пи два пи один пи ноль вот у вас имеется вообще такие вот 21 поток ассимулянных инструкций для одного кластера и этих кластеров у нас тысячи то есть этот макрослотоксил будет идеально большой вот и вы здесь пишите вот эти вот инструкции move2 accumulator mal потом что-нибудь еще здесь вы считываете считываете обратно теперь теперь интересный вопрос ага а почему 21 сейчас 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 я сейчас я объясню 16 это понятно да